Доверие очень хитрая штука. Мы на самом деле очень хотим доверять другим людям, потому что это единственный способ чувствовать себя защищенными. Потому что ты защищен, когда ты можешь доверять другим и понимаешь, что они придут к тебе на помощь. А с другой стороны, когда ты доверяешься, у тебя возникает ощущение страха, что может быть тебя предадут, вот как раз не прикроют тебя, не станут на твою защиту и так далее. Это очень сложное чувство. И для того, чтобы его испытывать, а это очень важно для того, чтобы наши социальные отношения становились по-настоящему крепкими, нужно мужество преодолевать страхи, связанные с доверием. Люди, которые боятся доверять, они разрушают свои собственные жизни. Да, вас могут подвести, да, вас могут обмануть, но в целом, если вы умеете доверять другим людям, вы с ними всегда найдете общий язык и добьетесь результатов. Иногда люди переживают из-за того, что у них нет внутренней готовности отказать другому человеку, и это часто бывает проблемой на работе, потому что такому безотказному человеку все подходят и говорят, вот у меня то-то, то-то, помоги с этим, помоги с тем и так далее. И человек это все одно за другим принимает. И это действительно может быть травматичным. Задумайтесь, почему вы это делаете. Скорее всего, потому что вы хотите быть хорошим для всех. И здесь это цена вашей хорошести. Если вы готовы такую симпатию к себе покупать таким образом, просто поймите, что вы приобретаете что-то таким образом и не переживайте. Если же вы решите, что эта симпатия слишком дорого вам отходится, то здесь вам легче будет и отказать, и применять более правильные решения в этой ситуации. Меня тут спрашивают, как к ней подсесть на иглу чужого одобрения. Ну, на самом деле, это нормальное дело, когда нас хвалят, нам приятно, и мы, соответственно, нас так можно мотивировать, мы готовы, в общем, за таким человеком идти. Но здесь важно что понимать? То, что это нормально, это нормально, но если вы действительно становитесь зависимы от этого одобрения, то значит, что вы сами не понимаете, что вы хотите, что для вас важно. Потому что если бы для вас было важно достижение какого-то результата, о котором вы думаете, который вы желаете, то в этом случае не важно, одобрили вас или нет. А если вас надо одобрять, то вполне возможно, вы не вполне понимаете, чего вы на самом деле хотите. зависть это совершенно вполне нормальные чувства которые дети как вы понимаете испытывают еще не имея никакой в голове культурной надстройки то есть это естественное желание обладание ценностью вот поэтому то что люди испытывают зависть это нормально проблема в том что они выросли они вроде бы должны стать культурными людьми и понимать что любые достижения есть результат вложенных усилий и после этого думать не о зависти думать о том как повторить фокус для того чтобы получить желаемые вот но некоторые не вырастают и продолжают завидовать гробовые доски я всегда очень напрягаюсь когда люди начинают говорить про низкую самооценку эти это иногда бывает игра с самим собой но вообще не важно какая у вас самооценка важно что вы делаете важно как вы себя способны собрать как вы способны действовать в конкретной ситуации они абстрактная самооценка часто это такая программа внутренняя вы говорите себе что то что снижает вашу самооценку и после этого просто не чувствуете себя что называется в седле вот возвращайтесь в седло и действуйте от этого и самооценка будет расти вверх